Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРОСИМ. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Вам, наши дорогие юные и взрослые слушатели, большущий-пребольшущий привет. В это ноябрьское утро на часах 10 часов и 7 минут. Сегодня воскресенье, 18 ноября. Значит, в прямом эфире выходит программа «Открывашка». Здравствуйте. Меня зовут Владимир Сметанин. И сразу же представляю своих коллег-соведущих. Петя Винокуров. Петя, доброе утро. Привет. Доброе утро. Да, и Миша Летун. Миша, здравствуй. Всем привет. Миша, ты что-то хотел сразу водителям сказать в это утро про дорожную ситуацию. Хотел напомнить о том, чтобы соблюдали дистанцию безопасную, насколько я понял. Ну, проговори это. Может быть, из уст, из твоих уст это более как-то будет эффективно и более действенно. Уважаемые ребята, сейчас в некоторых местах дороги снег подтаял. Нормально. Машина тормозит дольше. Пожалуйста, будьте внимательны. Будьте внимательны, да. А вы знаете, что сегодня такой день интересный очень. Сегодня свой день рождения отмечает российский Дед Мороз. Да? Да, да. 18 ноября у Деда Мороза, который, как известно, живет в Великом Устюге. День рождения. Сегодня к нему со всей страны съехались всевозможные сказочные персонажи, привезли ему подарки и поздравляют его, соответственно, с днем рождения. Вы что, никогда не слышали о том, что 18 ноября каждый год у Деда Мороза день рождения? Что-то слышал, но честно не помню. А вот интересно, что вы могли пожелать Дедушке Морозу в его день рождения? Чтобы дальше бодрство. Чтобы борода у него длиннее росла. Ну да. Миша, ты. Счастья, успехов, чтобы больше детей было хороших. Но все-таки Дед Мороз, это уже дед. У него уже, может быть, есть какие-нибудь случаи. Дед со своими болячками, заморочками и так далее. Возможно, чтобы оставался бодрствующим Дедушкой Морозом. Чтобы все в порядке были, здоровье и так далее. Да, все времена. Ну смотрите, как совпало. Сегодня снег в нашем городе. Все проснулись и белым-белым кругом. И день рождения у Деда Мороза. Мне что-то подсказывает. Тот снег, который выпал, он задержится уже. Если будет таять, то весь, мне кажется, уже не растает. Зима уже на носу. Русская зима с ее температурными перепадами. С морозами, с оттеплями. Новый год впереди. Рождество. Куча праздников. Вот такую бодрость сегодня я лично ощущаю этим утром. Вот эти вот какие-то народные гуляния вспоминаются. Зимние наши забавы, катания и так далее. И все это под русскую народную музыку. Мы же в России с вами живем. Ну а если говорить о русской народной музыке, как тут обойтись и как проигнорировать такой инструмент, наш традиционно русский, настоящий, под названием хором давайте... Балалайка. Балалайка. У нас продолжается серия программ, которые мы делаем совместно с Вятским оркестром русских народных инструментов. У нас была передача не так давно, которую мы посвящали такому инструменту, как Домра. А сегодня Балалайка. И сегодня вместе с нами Александр Чубаров, главный дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, заслуженный артист России. Александр Николаевич, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Тоже радуетесь тому, что дыхание зимы такое, да? Конечно, уже заждались. И с нами Михаил Шустав, солист Вятского оркестра русских народных инструментов. Заслуженный работник культуры Кировской области. Вот так вот. И в руках у него как раз-таки тот инструмент, который станет у нас центральным на всю сегодняшнюю передачу «Открывашка». Михаил, доброе утро. Здравствуйте, друзья. А давайте сразу какой-нибудь фрагментик, чтобы всем нам напомнить, как же звучит Балалайка. С удовольствием. Давайте. С удовольствием. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот так вот. Спасибо большое, Михаил Шустав, солист Вятского оркестра русских народных инструментов. А давайте сразу, ребята, вопрос зададим нашим слушателям, которые сейчас ждут этого, я надеюсь, вопроса и готовы уже нам дозвониться. 211-101. Мы договорились с самого простого вопроса начать, а именно попросить кого-то дозвониться и сказать, а сколько же... Миш, напомни мне, сколько струн у... И академический строй у Балалайки. Давайте со струн просто, да? Договорились? Сколько струн у Балалайки? Вот наш первый вопрос сегодня в программе Открывашка. Сейчас вы быстро озвучите призы. Мы договорились, что вы это делать будете поочередно. Миша начинает, Петя продолжает. Давай. Два билета в батутный клуб Level Up. Что на Сорикова, 14А. Петя, не спи. Два билета в кинотеатры «Смена» или «Дружба». По этому билету можно посетить любой киносеанс в любом из этих прекрасных кинотеатров. Два билета любителям театра. 25 ноября в воскресенье на спектакль «Сказка о потерянном времени». Приглашение на всю семью на двоих от Кировского областного краеведческого музея на выставку «Айвазовский» на «Гребне волны». Ноль плюс. Кировский театр «Кукол» приглашает 24 ноября на спектакль... В субботу на спектакль «Царевна лягушка». А теперь книги... Теперь книжки, да. Огромное количество самых разнообразных книг. От создателей фильма «Гарри Поттер» автор Крис Каламбус «Дом секретов». Миша? Книга и серии приключений «Кота детектива. Секрет еловых писем». Так, Колеб Крисп, только не «Айви Покет». Двенадцать плюс. Вот, сейчас вы произносите, а я держу эти книжки в руках. Все прям книжки достойные, все такие увесистые, видимо, очень-очень интересное времяпрепровождение за их прочтением, да. Ждет те, кто получит эти книжки. Так, дальше. Теперь книги для семейного чтения. Ноль плюс. Так. «Савиный волк», «Сказочная повесть», «Трогательная» и немного волшебная. «Волшебный щенок» или «Чудеса с превращением» тоже на волшебную тему книжечка. Ну, вот розовый цвет этой книжки мне подсказывает, что, наверное, девочка в первую очередь. Ну, извините, такие штампы существуют, если розовый, значит, девочка. Да. Ну, не знаю, если мальчик выберет, мы тоже не будем против. Так, еще есть. «Энциклопедии 6 плюс» и «12 плюс». Так. «Чудеса природы», «Школьный путеводитель». Обо всех невероятных явлениях в природе. Вот такая, вот смотрите, да, обложка у нее выполнена, вот эти узоры, снежинки. Видимо, да, я полагаю, что там рассказывается в том числе о том, собственно, как образуются, да, снежинки, что такое кристаллизация и так далее. Также есть мои первые эксперименты. О, большая книжка, самая большая из тех, что сегодня у нас присутствует, да. «Занимательные опыты с подробными материалами и пошаговыми инструкциями». Так. В этом и все призы. Да, а еще есть у нас специальный приз, конечно, да, от гостей прошлой программы «Открывашка», где мы говорили о таком виде спорта, олимпийском виде спорта, как бокс. Вот такая у нас замечательная книжка. Озвучишь, Петь? Озвучишь, там написано, да. «Книга с автографами наших гостей об олимпийцах, которые родились и тренировались в Кирове». Таких книг было выпущено всего 100, ой, 1000 экземпляров. Это прекрасная возможность получить уникальную книгу и материал для школьных проектов 12+. Так что если вы увлекаетесь таким видом спорта и вообще спортивный образ жизни ведете, ну или, может быть, собираетесь посвятить себя спорту, вот учтите, очень-очень ценный экземпляр. Можно, кстати, совмещать эти увлечения спортом и музыкой и так далее. Одно другому не мешает. У нас есть слушатель, да, по-моему? Петь, принимай звонок. Привет. Привет. Представься, пожалуйста. Ляля. Еще раз. Варя. Ляля. Варя. Варя. Варя, мы правильно, да, произнесли? Ляля. Ляля? Ляля. Да. Да, ой, все, угадали, отлично. Ляля, сколько тебе лет? Три года. Три года? Слушайте, у вас рекорд, наверное. Слушайте, а от открывашки-открывашки у нас мы рекорды, да, действительно ставим по... Практически человек только научился говорить и уже звонить в открывашку. Хорошо. Ляль, ты поняла вопрос, да? Сколько струн у балалайки? Да. Да. Ну, теперь отвечай. Три. Три? А не четыре, а может быть шесть или всего одна? Или восемь. Уверена, что три? Нет, нет, три. Три. Как ты замечательно произносишь эту цифру. Три. Я ей три года. Ой, а ты видела когда-нибудь балалайку вот так вот перед собой, чтобы ее потрогать? А где ты ее видел? Расскажи, пожалуйста. Что ты занимаешься в музыкальной школе? Дома. Дом? У вас дом? Один в моей комнате. Настоящая балалайка? Не игрушечка? О, ничего себе. А что-нибудь, может, ты уже играть на ней умеешь? Пока нет. Пока нет. Пока нет. Ладно, не будем тебя долго пытать. Ой, что ты хочешь получить, задаю закономерный вопрос. Вот сейчас мы только что озвучили призы. Петя и... Это иски билетов. Билеты куда? Есть бозудный пах. Кого есть эксперименты? Я не расслышал. Эксперименты. Эксперименты. Что у нас там есть с экспериментами? Мои первые эксперименты. А, мои первые эксперименты, книжка. Отлично, все. Леля, здорово, что ты нам дозвонилась в это воскресное утро. Правильно ответила на вопрос. Те, кто не знал, что балалайки три струны, сейчас навсегда это, я думаю, запомнят, сделают такое открытие. Отлично, мы тебя отпускаем. Ну, пожалуйста, не клади трубку, наш редактор с тобой переговорит и объяснит, куда прийти за книжкой, которую сейчас держу в руках. Называется она «Мои первые эксперименты». Очень достойный, очень классный выбор. Хорошо. Ну что, поехали. По накатанной программе нам нужно поговорить о том, что за инструмент балалайка, когда он появился. Давайте, прежде чем перейдем к этому инструменту, все-таки напомним еще раз, что мы разговариваем об инструментах народного оркестра. И повод у нас самый, как бы, такой важный. И действительно, в этом году не юбилей, а со дня образования Оркестра русских народных инструментов 20 марта 1888 года. У нас сейчас 18-е. Это получается, что 130 лет. Весь год юбилей. Да, весь год у нас мы отмечаем это событие. И благодаря деятельности гениального россиянина, музыканта... Музыканта. Музыканта. Да, совершенно верно. Благодаря его деятельности наша страна, наш народ имеет вот такой уникальный организм, что ли, можно так сказать, который называется Оркестр русских народных инструментов. Это на самом деле уникальный такой коллектив, которого ни в одной стране нет мира. И благодаря тому, что вот он свою жизнь посвятил возрождению русских инструментов. Это домбра, балалайка, гусли, гармонии. В общем, сформировал, создал такой оркестр. И я бы вот сейчас слово передал солисту оркестра Михаилу. Он немножко пусть нам расскажет о своем инструменте. Михаил, поближе к микрофону, пожалуйста. Как очень бережно и любовно Михаил держит свой инструмент в руках, балалайка. Как на нем играет? Ну, наверное, начну с того, что этот год юбилейный не только, потому что на мировом небосклоне возникло такое явление, которое создал Василий Андреев, 130 лет вы услышали, но еще и 330 лет со дня первого упоминания об этом инструменте. Вот когда в русских документах было... В 1688 году. Ну, примерно, да. Молодец. Все сосчитал. Это случилось, значит, когда в исторические хроники, в исторические документы попало именно такое слово балалайка. Оно немножко... Есть множество версий его происхождения, вот этого слова балалайка, инструмент как таковой. Он, конечно, трансформировался со временем, но слово... Самая основная версия, наиболее часто употребимая, это то, что инструмент возник от татарского слова. От какого? Татарское происхождение слова. Татарское? Ну, да. Я сейчас точно не помню, что это связано с балалайком. Ну, а так по-русски балакать, балаболить, балаболить... Вот-вот-вот, я-то о том же, да. Балакать, балесить, то есть разговаривать. Да-да-да. Смешить народ. Этот инструмент часто использовали как раз в далеком 17-м, может быть, даже и раньше, скоморохи, за что зачастую получали тумаков от своих бояр и так далее. То есть они, видимо, что-то такое остро-социально-политическое задвигали такое. Совершенно верно, да. Дело дошло как-то до царя, и так получилось, что царь издал указ, в том, чтобы все эти инструменты, скомарившие гудки, балалайки, дамбры были свезены на тот берег Москвы реки и прилюдно сочужены. Так что, ну, потом вот благодаря усилиям Василия Васильевича Андреева мы имеем то, что мы имеем. Это замечательное явление русской национальной культуры. Это инструмент, который является символом вообще России. Давайте произнесем те основные части, из которых состоит балалайка. Основные части, из которых он состоит, это, конечно же, ну, две крупных части. Это вот корпус или кузов, как мы его называем по-русски, и гриф. На гриф крепится головка, где устроен, вмонтирован, скажем так, колковый механизм для настройки натягивания струн. Ну, а корпус тоже состоит из множества частей. Такие, есть смешные названия. Подставка для струн называется кобылка. Это задняя часть, которую не видна, когда играет исполнитель, она называется задинка. Ну, и вот эти части, их может быть много, ну, в данном случае самая распространенная, это шесть. Называется клёпки. Клёпки. Ну, и, естественно, дырочка нам знакома, это голосник, он есть. У скрипки он в форме F, в форме F, F-ы. Ну, а на гитаре, на думбре, вот он такой, кругленький. Ну, и, конечно, главная, основная часть балалайки – это дека. Дека, она сделана из особой резонансной ели. Сейчас применяется и кедр. Но Василий Васильевич Андреев сотрудничал с очень известным мастером, которого привлёк для своей работы. И он оставил огромное наследие. Это Семён Иванович Налимов. Он, кстати, наш земляк практически. Он родом из села Вильгард. И это под Сыктывкаром, кто бы знали. Не так далеко, наверное. Совсем. И там стоит памятник и проводится ежегодный конкурс имени Семёна Ивановича Налимова. Так что вот это такой вот балалайшный страдиварий наш. Эти инструменты самые дорогие. И на них играют, пожалуй, самые даровитые исполнители. Миш, понятно, что такое ДК? Миш, Петя, да? Да. Понятно, да? Ты хочешь задать вопрос слушателям нашим? Давай. Очень сложный сейчас будет вопрос. Нет, ну не очень. Ну давай. Где стоит самый большой памятник балалайки в России? А варианты ответа дадим? Ну, наверное, надо дать. Надо варианты ответа дать. Давай быстро сообразишь, пока я сейчас озвучиваю номер телефона. Ты сейчас дашь один верный ответ, а два неверных. Хорошо. 211-101, уважаемые ребята, мы задаем следующий вопрос. Призов у нас еще очень-очень-очень много. Вам нужно назвать российский, да? Российский город, где установлен самый большой памятник балалайки. Самый большой в России или самый большой в мире? В России. В России. Хорошо. Придумал? Давай. Москва, Керчь и Хабаровск. Хабаровск. Дальний Восток, соответственно, да? Это Керчь, Юг и Москва, столица. Вот уже и ответ есть. Ну что, ты задавал, давай принимай. Привет. Привет. Меня зовут Витя, мне 9 лет. Я учусь в 70-й школе. Витя, мы тебя узнали. Ты наш старый товарищ, да, регулярный участник. Открывашки. Твой ответ. Памятник балалайки в Хабаровске. Да, это правильно. Правильно? Да. Отлично. А почему именно там, Витя? Расскажи нам, раз ты так быстро дозвонился и ответил правильно. Потому что там, я вот так думаю, что там музыкальный инструмент, ну, музыкальный город. Очень музыкальный город. Да. Самый балалайшный город нашей страны. Хабаровск. Миша, какие версии у тебя есть? Ну, раз ты придумал этот вопрос, то почему? Можешь объяснить, почему именно в Хабаровске? Нет? Ты просто нашел, да, этот любопытный факт и решил поделиться с ребятами, со шульцами. Хорошо. Витя, что ты выбираешь? У вас есть Кот да Винчи. Кот да Винчи? По-моему, нету. В этот раз мы не разыгрываем. У нас есть книга и серия «Приключения кота детектива. Секрет еловых писем». Да. «Приключения кота детектива. Секрет еловых писем». Вот сейчас держу это. А давайте, мне будет интересно его почитать. Отлично. Тут очень такой крупный шрифт. Книжка такая увесистая. Я думаю, что тебе понравится. Все, договорились, не клади, пожалуйста, трубку. С крупным шрифтом это для нас. Давайте что-нибудь послушаем, Александр Николаевич еще. Время бежит. Давайте. Сейчас я попрошу звукорежиссера поставить первый фрагмент, а может потом и вопросик зададим. Сейчас ребята будут, все слушатели. Послушаем небольшой фрагмент в исполнении оркестра русских народных инструментов, современного оркестра. Слушайте внимательно и, может быть, потом назовете инструменты, которые вы услышите, группы. То есть это очень богатое звучание будет и очень разное. Давайте послушаем. Этот вопрос у нас будет следующий связан, да, с этим? Да. Можно так сказать? Хорошо. Слушаем внимательно очень. Спасибо. 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 Да, очень показательный пример. Мы слышим. Красиво, да? Да, все это многообразие инструментов, которые есть в оркестре. Можно вопрос я задам? Давайте. Давайте, конечно. Какие основные, из каких основных четырех групп состоит оркестр народных инструментов? Вот тот отрывочек, который мы слышали, там, конечно, есть гораздо больше звучит инструментов. Но мы сейчас уберем флейту, гобой, это духовые, они очень ярко звучали, слышно было. И, может быть, гусли, выведем их, это как сольные, получается, инструменты. А все-таки из каких четырех основных групп состоит оркестр русских народных инструментов? Вот такая традиция. Вот эти группы, да. Об одном инструменте мы прошлой передачи говорили, сегодня говорим о второй, и еще осталось парочку. Они у нас впереди, следующих передач. Ну, вопрос для таких уже, ну, наверное, для подкованных, но все-таки, если вы даже не знаете, давайте, вы все равно звоните, просто наберитесь смелости, мы сейчас вместе будем разбираться, да, и вот выясним все вместе и запомним навсегда. 211-101. Ребят, вопросы нашим гостям, пожалуйста. Ладно, вопрос такой. Петя Минокуров, да. Начнем вообще с... Михаилу, да, видимо, вопрос? Да. Да. Вообще, начнем с самого основного вопроса, когда вы начали заниматься балалайкой, стаж, вообще занятия с балалайкой, и вообще, когда вы участвуете в Вятском академическом оркестре народных инструментов? В общем, свой творческий путь, Михаил, да, с чего он начинался, как развивался и так далее. В общем, краткая автобиография. Ну, естественно, как и любого ребенка в моей семье, родители, естественно, когда-то пришли, когда я уже под раз пошел в первый, второй, третий, и там был уже учащимся третьего класса вообще образовательной школы, вот, и стал вопрос, надо чем-то занять, потому что уроки учились достаточно быстро, во дворе было очень много всего интересного, естественно, там город только начинал строиться, вот, поэтому было чем заняться, вот, и надо было, значит, свою силу куда-то приложить. Город-то наш начинал строиться? Конечно, да, 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 я вятский уроженец, коренной, и, естественно, перед родителями стал вопрос, чем же? Ну, конечно же, музыки, потому что рядышком на улице Кольцова находилась моя любимая родная школа, музыкальная школа номер пять, вот, я попал в руки совершенно замечательного после отбора, определенного отбора. То есть конкурс был? Конечно, конечно, да. Подходишь, не подходишь? Школа небольшая, но очень креативная, там работали замечательные учителя, вот, и я попал, не посчастливилось, что я попал в класс замечательного педагога Галины Леонидовны Токаревой, вот, где я поручился 6 лет, это был далекий 74-й год, вот, практически с тех пор, вот, мой стаж, отвечая на вопрос Пете, 44 года, вот, если можно считать так, стаж, то есть... Класс балалайки. Класс балалайки, да. А почему именно этот инструмент? Сейчас сложно сказать. Альтернатива-то была? Альтернатива, конечно, была. Можно было петь в хоре, можно было заниматься на фортепьяно, а там, правда, конкурс был немножко выше, можно было заниматься на баяне, но инструмент стоил достаточно дорого, поскольку, вот, была некая, значит, нехватка средств, скажем так. Вот, еще и интересен инструмент, потому что обучение стоило там, ну, значительно дешевле, чем на фортепьяно или на баяне. Ага, еще и градация по этим. Совершенно верно, государство тогда думало об этом. Вот, и, ну, и, собственно говоря, началось обучение на балалайке, 6 лет, в 80-м году я закончил эту школу, вот, затем я поступил в московскую, в московский колледж, сейчас колледж, это тогда государственная музыкальная училища имени Гнесина. Вот, волей судьбы мне пришлось заканчивать наше кировское училище искусств в классе замечательного педагога, нашего патриарха Владимира Михайловича Пунгера. Ну, и в 85-м году, вот, я поступил в консерваторию, одновременно ушел в армию и женился. Вот, вот, в общем, жизнь закрутилась, полиция была. Ну, после армии, естественно, естественно, жизнь закрутила вот именно потом, потому что это, естественно, прежде всего, работа с детьми, музыкальная школа всевозможная, и, естественно, иллюстрация в студенческом оркестре, которым с далекого, наверное, 1984 года, да, руководил Иса Николай Чембаров. Ну, и затем, вот, слава богу, что на нашем вязком культурном небосклоне появился оркестр народных инструментов, которым руководил ранее Сергей Федорович Калышков, почетный гражданин города Кирова. Ну, и, вот, с тех пор все пошло и покатилось. Еще, если можно, такой достаточно короткий ответ, вот, четко произнести, Михаил, и потом будем принимать звонок. Чем, на ваш взгляд, балалайка отличается выгодно от других музыкальных инструментов? Вот почему на нее стоит обратить внимание человеку, который желает освоить какой-то профессиональный инструмент? Ну, прежде всего, я думаю тем, что, во-первых, способами звукоизвлечения струн немного, меньше, чем на гитаре, в два раза, да, вот, мы играем не смычком, мы играем не медиатором, мы играем пальцем, без посредников. И плюс ко всему, существует уже много разновидностей балалайки, да, это способность коллективного музыцирования. Ребенок сразу в первой, в первой же уроке начинает музыцировать вместе с педагогом, а спустя неделю, ну, или месяц он уже вливается в оркестр. И такая практика у нас в городе существует, в некоторых школах, вот, и развивается, естественно, значительно быстрее, потому что рядом играет более старшая сверстя. Я думаю, нам надо это попробовать обязательно сейчас, мы принесли разные инструменты, разные, ну, может, после звонка. Да, сейчас мы примем звонок, да, и продолжим нашу беседу, Миша, принимай звонок. Ну, чё, давайте принимать звонок. Ладно, доброе утро. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Павел. Сколько тебе лет? Мне девять. В музыкальной учишься? Паша, в музыкальной музыкой занимаешься? Нет. Нет. Хорошо. Сейчас Александр Николаевич напомнит вопрос, а ты будешь отвечать, Александр Николаевич. Из каких основных четырёх групп состоит оркестр русских народных инструментов? Паша, мы тебя слушаем. Эти четырёх группы самозвучащие, мембраны тронные и духовые. Александр Николаевич, корректируйся. Ещё разочек сначала, я не совсем разобрал. Мембранные, струнные, духовые. Не инструменты основные. Самозвучащие. Самозвучащие. Так. Ну, давайте разбираться. Вы, как специалист, сейчас имеете право направить в нужном направлении. Так, и следующую ты назвал какие? Самозвучащие. Так, дальше. Мембрана, струнные и духовые. Ну, давайте в обратном порядке начнём. Духовые есть? Есть. Ну, у нас мы её... Я в комментарии сказал, что мы её выведем. Это как солисты у нас получается. Не совсем полная группа. Ну, такая, как бы... Ну, струнные-то есть? Есть. Есть струнные. Тут, Паш, абсолютно попал. Мы немножко различаем. Давайте, попал. Действительно. Вот. У нас есть группа Домр. Давайте уж мы тогда не будем затягивать. Паш, слушай внимательно. Мы тоже внимательно слушаем. Корректно. Группа Домр. Вот мы в прошлой передаче про неё говорили. Целое семейство разных размеров. Группа Балалаек тоже. Целое семейство разных размеров инструментов. Дальше группа у нас есть баянов. Вот. И четвёртая... Там баяны чётко звучали, слышно было. Да, очень было хорошо. И группа ударных инструментов. Это огромное количество самых разнообразных. В том числе, вот как-то направление этой мысли правильное. Есть и с определённой высотой звука, как колокольчики, допустим, литавры. Но это мы оставим на следующей передаче, да? И есть шумовые бубны, трещотки, ложки. Ложки это шумовые тоже, да? Шумовые, да, это без определённой высоты звука. Вот основные четыре группы. Ещё раз проговорим, закрепим, так сказать. Группа Домр. Домр. Группа Балалаек. Балалаек. Группа Баянов. Баянов, понятно, да? И группа ударных инструментов. Ну, конечно, ещё плюс какие-то, как бы, можно сказать... Духовые. Духовые, совершенно верно. И... И струнные. И гусли, нет. Струнные Балайки и Домры. Это вот этим словом можно объединить две группы. Вот разобрались, я думаю, такое очередное открытие мы сделали. Паш, всё понятно? Запомнил? Да. Да, ну хорошо. Теперь у тебя есть возможность выбрать приз. На что ты нацелился? Я не знаю. Хорошо, мы тогда тебя, редактору, передадим, да? Который сейчас вот за пределами студии находится. У неё тоже есть список. И вместе вы определитесь, что тебе хочется получить. Не клади трубку, пожалуйста. Нам звукорежиссёр показывает, что музыкальную паузу делаем. Но я просто предлагаю не прерываться. А мы сейчас просто возьмём инструменты и исполним. Сойдёт так, да? Не выпускать записи. Что, будем исполнять? Да, да, да. У нас в прошлый раз... Мы обязательно посмотрим, давайте, вот на эти инструменты. Да, да, да. Вот. Это целое, благодаря тому, что Василий Васильевич Андреев не просто нашёл, возродил инструмент вот такой, как у Михаила сейчас в руках, вот, на котором он играл. Это балалайка «Прима». «Прима», то есть первая. Да, но было создано целое семейство по принципу, ну, симфонического оркестра скрипок, где есть скрипки, альты, виолончели и контрабасы. И точно так же было целое семейство создано балалайок. И вот мы с Вами сейчас видим балалайку «Приму». Это как пикало, да? Нет, представляете, вот упоминается, что балалайка пикало тоже была. Но я, честно говоря, я вот, как она выглядит в свою бытность свою не видел такой балалайка. Домра пикало у нас есть. Это самая маленькая. Самая маленькая, да. То есть ещё меньше, да. Она звучит очень высоко для как раз оркестровки очень, ну, как бы, нужный инструмент. И, видимо, сначала, поскольку оркестр появился из кружка любителей игры на балалайках, то есть сначала балалайки появились-то у нас. И вот целое семейство, в том числе и пикало было. Альт, секунда, извините. Секунда. Пониже звучанием. То есть вторая в буквальном переводе. Да. Вторая. Альт. Вот. Потом есть балалайка «Бас». Бас. Следующая. Она у меня. Рэля ми. И есть балалайка «Контрабас» ещё больших размеров и, естественно, ниже звучания. Но мы её сюда сегодня не взяли. Не помещаете. Ну, самая большая, соответственно. Большая, да. А, «Контрабас» есть? «Контрабас», я и сказал. А, «Контрабас», да. «Вас-бас», а ещё есть «Контрабас». Понял. Вот-вот. То есть вот, которая вот в человеческий рост, да, когда человек стоил, не играет? Да-да-да-да, совершенно верно. Ну, и я вот предлагаю сейчас попробовать насчёт того доступности, насколько это несложно. Мы сейчас попробуем сыграть «Светит месяц» русскую инородную мелодию. Владимир, я вас попрошу на басовой. Мы его на домрах исполняли. А теперь будем играть на балалайк. Ребята не участвуют в нашем союзе? Ребята, возьмите в руки хотя бы. Вы будете у нас за ударную секцию отвечать. За секцию ударной. Кстати, да, можно так вот по корпусу немножечко похлопывать. Кстати, да, поясните, я, ну, человек так, хорошо знакомый с гитарой шестистронной, да, мне вот всегда было как-то вот непривычно, неудобно брать балалайку в руки, это бывало редко, но всё-таки, как правильно с ней садиться? Вот та, которая у вас, там есть специальная подставочка, выкручивается, вот видите, да, внизу? Вот, штырь такой. Да-да-да, вижу. Вот, и инструмент опирается на штырь, на пол. На пол всё-таки должен быть. Да-да-да, его надо там выдвинуть, и тогда, вот, попробуйте, да, открутите обычное, да, и... Вот, отлично. Вот, 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 вот. И теперь... С этим понятно, но у вас-то штырей нет, вы-то без штырей. Вы знаете, именно этим обусловлена конструкция инструмента, во-первых, простотой изготовления, потому что скрипку и гитару с её достаточно витиеватым округлым корпусом очень сложно изготовить, а здесь, в принципе, вот, принцип построения этого кузова, это четыре дощечки, то есть, вот, здесь, ну, их несколько, там. На самом деле, это обычный треугольный коробок, и очень удобно его держать ногами, то есть коленками. То есть, зажал вот, да? Да, конечно, да, коленками прижал, и уже почти начал играть. Нет, тут Шариков почему-то вспоминается, вон. Ну что, сыграем, светит ясный, да, готовы? Три, четыре, и... 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 Все, можно и продолжать. У нас получилось просто время... Очень много вариаций существует на эту известную тюрьму, да. Замечательно. Давайте следующий вопрос зададим нашим слушателям. 201, 101, да, да, Петя, ты хочешь задать вопрос, да? Да. И давайте потом, мы хотели бы еще обязательно предложить, послушать маленькие фрагменты, как современная балалайка, как звучит... Современная вы имеете в виду? Ну, аранжировки имеются в виду для инструмента. Хорошо, да, но... Давайте вопрос зададим сейчас, и потом следующий кусочек, да, послушаем музыкальный. Петя. Ладно, вопрос вот такой. У нас в России существует организация, которая производит балалайки. Так. Она находится в Москве, выпускает отечественные русские балалайки. Как она называется? Мы проконсультировались до начала передачи с Михаилом. Действительно, есть такая московская компания. Она известна среди музыкантов, да? Вот я подскажу, можно? Ее название, оно повторяет прям практически название музыкального инструмента, о котором мы сегодня говорим. Да? Да. Да, верно? Да. Так что давайте звоните, вместе будем разбираться. 211-101. Мы теперь послушаем. Да, давайте один фрагмент послушаем. Денис на звукорежиссер. В этом ансамбле играет один из наших выпускников, выпускников класса Михаила Валентовича Шустова. Ярослав. Попцов на контрабасе, причем тоже контрабас, вот мы, к сожалению, видео с вами сейчас не увидим, но это я, когда увидел, я просто был настолько приятно удивлен, восхищен. Это был балалайка-контрабас, но без ладов, то есть как в симфоническом оркестре контрабас. И Ярослав настолько умело пользуется этим, мне прям завидно стало, что вот это как, может быть, и следующий шаг, между прочим, в развитии инструмента. Без ладов, это звучит потрясающе. Давайте я поясню, без ладовый гриф, то есть если гриф обычный, где лады, то есть мы играем полутонами, да? Полутон. А тут есть возможность еще и попадать между полутонами, там очень еще тоньше получается. Ну, давайте послушаем дальше. Звучит музыка баха. Звучит музыка баха. Петя, Миша, по стилю, то, что вы сейчас слышите, это что? Как вы назвали? Классика. Классическая музыка. Классическая музыка? Нет, вот ты как раз задавал вопрос. А, это джаз. Конечно. Так не знаю, там что-то про баха сказали, я-то уж... Тебя запутало это, да? Да. Не о чем, серьезно связано. Ну, джаз, джаз, да, очень. Причем, настолько здорово ребята делают. Вот мы сейчас с вами слышали балалайку приму, балалайку секунду. Вот аккомпанемент там такой был, очень интересный. И ударный инструмент, ударная установка и контрабас. Очень хорошо был слышен. А, кстати, вот меня всегда интересал вопрос, вот классические музыканты, да, они как относятся вот к таким экспериментам, когда и джаз, там, еще какие-то другие направления. Михаил, положительно относитесь, отрицательно к этому? Безусловно, это, так сказать, вторжение нашей культуры. Когда это сделано высококлассно, когда это играет высококлассно музыканты, это, конечно... Самый главный критерий качества. Как это сделано? Качество звука, качество аранжировки. Бах, не пострадал. Я думаю, что он бы оценил. Бах точно не пострадал, я тоже считаю, да. Нет, ну, здорово. Это очень здорово. Здорово, да. Для того, чтобы делать такие вещи, конечно, нужно быть в первую очередь классным музыкантом. То есть пройти всю базу, пройти. Инструменты, которые мы сейчас с вами слышали, они все, ну, немножечко, как бы, доработанные в том смысле, что есть звукосниматели на всех инструментах. И мы с вами слышим, ну, не совсем естественное, что ли, звучание, но очень близкое к естественному. Это вот просто показатель вот высочайшего класса этих ребят, которые играют. Молодцы. Здорово. Молодцы. Есть звонок, да? Миш, принимай. Давай громко, уверенно приветствуй. Привет. Привет. Меня зовут Рита. У меня 14 лет. Я учусь в 70-й школе. Здравствуй, Рита. Здравствуй, Рита. Здравствуйте. Балавайкер. Балавайкер. На конце твердый знак. Интернет тебе помог в очередной раз, да? Да. Да, хорошо. Так, выбирай приз. Выбирай приз. Книгу. Книжка какая. Вот они все передо мной. Так, у нас взяли, если я не ошибаюсь, взяли мои первые эксперименты, да? И приключения кота-детектива. Вот мы слышали это в прямом эфире. А тебе что? Про Шаблеков, там, Гарри Поттеров, не знаю, там, говорят. Дом секретов, Крис Коламбус. Крис Коламбус. Дом секретов, да, действительно. Вот тоже сейчас держу книжку в руках. Такая желтая, там, прям вот дизайн у нее очень интересный. Прорисовано все здорово, да. Прям хочется сразу начать читать. В общем, мы тебя поздравляем. Да не клади, пожалуйста, трубку. Наш редактор тебе по традиции объяснит, куда прийти. Так, продолжаем. Да, Миш. Михаила, вы играете какую-нибудь музыку? Например, Металлику, вот такую музыку. А что значит, я об этом не знаю. Миша задает вопрос Михаилу. Спасибо, тёска, за вопрос. Импровизируете ли вы? Не часто, конечно. С музыкальными направлениями. Потому что мы играем в основном традиционную музыку, ну и, конечно же, приложение классической музыки. Но иногда приходится. Ну вот с Металликой немножко посложнее, потому что всё-таки звук должен быть обработан соответствующим образом. У нас есть возможность сейчас послушать. Давайте, вот, там 30 секунд и будет понятно, что это Металлика. Это очень популярный ролик на YouTube. Не так много просмотров, но очень популярный. Человек сидит, молодой человек, играет на балалайке. Балалайка как раз-таки со звукоснимателем, обработочка, и он играет знаменитую песню группы Металлика. Вот давайте полминутки буквально, наш звукорежиссёр. Валайка как раз-таки со звуковой ночью. Ну, узнали? Так, Михаил, прокомментируйте. Вот тоже такой эксперимент. Да, эксперимент есть. Молодые исполнители достаточно быстро и активно занимаются каверами, так называемыми. Это имеет место быть. В основном это сейчас достаточно клубная музыка. Ну, а мы музыканты акустические, публично. Но, тем не менее, вспоминая нашу с Александром Николаевичем молодость, «Металлика» чуть позже появилась. Но попозже, да. А при нас это и «Битлз», естественно, и «Абба». Кусочек могу небольшой сказать. Пожалуйста, конечно. Из «Битлз» или из «Аббы». А что первое хотите? А давайте и то, и другое. Давайте «Битлз» сначала. Так, теперь «Аббан». «Аббан». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо, спасибо, да. Это для какого-то внутреннего, не знаю, для души, что называется, или вы с этим тоже выступаете где-то? Сейчас, пожалуй, нет. Не так давно мы играли вместе, собирались солисты нашего венецкого оркестра. У нас существовал такой ансамбль «Венец». Ну и зачастую, в общем, по приглашению и по просьбам мы играем подобную музыку в том числе. Давайте сейчас поговорим о том, в нашем городе есть возможность пойти учиться на балалайку. Конечно. Давайте немножко об этом. В любой музыкальной школе у нас балалайки существуют. Коротенько, сейчас время уже заканчивается. Скажи обязательно про юбилей и про школы. 55 дамы должны выходить, да? Вы знаете, совсем недавно, буквально в прошедшую субботу, именно неделю назад, у нас прошел очень интересный концерт, посвященный 60-летним основанию класса балалайки в колледже. Вот 60 лет назад был основан такой класс. А на сегодняшний день мы имеем достаточно хорошее распространение педагогического персонала. Они работают не только в Кирове, но и в отдаленных районных центрах, например, Иранск, Амутнинск, ну и в городе, наконец, появляется. Но, тем не менее, набор класса балалайки, он небольшой. В оркестре балалайчиков много, почти половина оркестра, но, тем не менее, он, к сожалению, небольшой. Хотя этот инструмент совершенно уникальный. Я говорил о том, что это является своего рода символом России. Уникальный в том плане, что его знают и любят, и очень хотят видеть и слышать в разных уголках нашей планеты. Вот, несомненно. И на сегодняшний день исполнительство находится на высочайшем уровне. Благодаря, опять же, нескольким школам, в частности, передовой нашей школе, Московской, которая занимается набором замечательных студентов и их обучением в Российской академии музыки имени Гнесина. Да, да, да. Да. Насколько потом легко переключиться или тяжело переключаться на другой, например, инструмент, освоив балалайку? Тоже интересный вопрос. Да, хороший вопрос. Но я понимаю, что особенности строя, конечно, тут, да. Нет, ничего странного. Дело в том, что на любом грифовом инструменте, скажем так, можно очень быстро адаптироваться. Но прежде всего гитара, я знаю, что балалайки играют и на дубри в том числе, и на других, любых грифов, инструментах, вплоть до каких-то иностранных, японских, индийских и так далее. В общем, было бы желание, то есть основа уже есть. Безусловно, безусловно. Гриф, да, всё. Так, у нас минутка буквально остаётся. Александр Николаевич, хочу вас спросить, где в ближайшее время можно всем нам, и ребятам, и взрослым послушать, в том числе, балалайку, то есть выступление нашего оркестра русского. Да, дорогие друзья, 25 ноября, это у нас воскресенье должно вроде как быть, да? Да, 18 плюс 7, 25, да. В следующее воскресенье в 11 часов в филармонии наш оркестр проводит один из первых концертов детского абонемента, который называется «Душа России». Вот как раз в этом концерте мы поговорим об авторах, которые начали после Андреева, так скажем, в советское время уже писать для оркестра, и будем играть, иллюстрировать это всё музыкальными произведениями, лучшими образцами музыки для народного оркестра, в том числе и поучаствуют наши солисты. Это и Оксана Касимова, и Михаил Шустав, и молодые исполнители, Николай Кононов, баянист. В общем, мы с вами, такой состоится концерт. Ну, и чуть позже, 9 декабря, к нам приезжает, ну, просто сейчас самый яркий, наверное, исполнитель баянного, в баянном жанре, это дуэт из Новосибирска, называется «Сиб-дуо». Сибирский дуэт, в общем, да? Да, да, да. Парни, которые заняли в последних мировых конкурсах все призовые места, причём не просто там второе и третье, а победителями стали. Это и Кубок мира, и Трофеи мира, ну, искрящийся такой прямо дуэт, я бы всех приглашал. Такие зажигалочки. Да, 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 да. Ну, и музыку соответствующую будут играть. Так что концерты впереди, и очень интересно. Имейте в виду 25 ноября и 9 декабря. На этом сегодняшняя программа «Открывашка», посвящённая такому инструменту, как Баалайка, завершается. Мы будем, безусловно, продолжать, например, всех нас с инструментами. Оркестра Русских Народных Инструментов. Благодарим, большое спасибо, Александр Чубаров, главный дирижёр Оркестра Русских Народных Инструментов, имени Шаляпина, Михаил Шустав, солист оркестра. Ну что, Миша, Петя, после сегодняшней передачи будем с большим уважением к Баалайке относиться, да? Всегда и относитесь. Всегда сносились, да, с большей любовью будем, да, к нашему традиционному русскому народному инструменту. Спасибо большое, всем хорошего дня. Пока. Всего доброго. До свидания. Всем пока. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».